Девушки отдыхают Евгения Крыжановского, да под чай с печеньем – ежедневный ритуал. Если у нас получается с тем собраться, мы это с удовольствием делаем, хотя бы раз в недельку. Это ведь все пошло еще из тех времен, когда вечером семья дореволюционная собиралась, свечи, камин. Мы решили вернуть эти традиции. Столка, естественно, крепляет. Я говорю, даже не вкусно одной. А вместе, да. Несмотря на заботу о физической форме, вкусным печеньем и ароматной выпечкой Крыжановские не пренебрегают. Невозможно оторваться. Белорусское печенье, оно настолько вкусное. Мы открыли для себя «Домочай». Это настолько вкусно, но самое главное – не так сладко. Сотрудники булочно-кондитерской компании «Домочай» говорят, что секрет неповторимого вкуса их продукции в белорусском сырье… Это является гарантом качества и стабильности. Современном оборудовании. Оборудование у нас высокотехнологическое. И рецептах, которые позволяют делать натуральную, вкусную и традиционную продукцию. Главная отличительная особенность продукции компании «Домочай» – это то, что у нас сделано только из натурального сырья. У нас же есть линейка продукции, где кроме муки, воды, соли ничего больше нет. Здоровый продукт, который можно с грудного возраста детям давать. С отрубями у нас очень много продукции. Булочно-кондитерская компания «Домочай» основана в 1927 году. Сегодня здесь работает более 2500 человек. Предприятие специализируется на производстве широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий, в том числе диетической и обогащенной продукции. Три производства находятся в Могилеве и семь филиалов расположены в районных центрах. Это один из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Республике Беларусь. Мы выпускаем более 6000 тонн в год кондитерских изделий, а в сутки производим хлебобулочных до 100 тонн. Хлеб, пряники, овсяное печенье, мучные и сахарные сладости, торты и пирожные выпускаются сегодня под брендом «Домочай». Продукция эта не только доступна по цене, но и натуральна. Контроль качества тотальный. Минздрав, Общество защиты прав потребителя, Центр стандартизации и метрологии, одобрение всех этих инстанций нужно получить, прежде чем начать выпускать новую продукцию. Рецептура утверждается только после тщательнейшей проверки каждого ингредиента будущего изделия. При производстве ржано-пшеничных хлебов мы используем только традиционные технологии. Это производство хлеба на жидкой закваске и производство хлеба по многостадийной технологии. Качество продукции компании «Домочай» подтверждается и различными наградами. В этом году предприятие стало лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Никогда еще хлебопекарные предприятия не участвовали в этом таком почетном для Республики мероприятии. Это первое мы, кто попробовали участвовать. Ну, я считаю, что это очень высокая награда. У нас еще все впереди. Задача «Максимум» стоящая перед булочно-кондитерской компанией «Домочай» – увеличение выпуска импортозамещающей продукции. Аналогов в Беларуси такой комплексной механизированной линии по производству снеков по-итальянски нет. Линия инновационная стоимостью более полутора миллионов долларов США. Все показатели, которые по этому бизнес-плану мы намечали, мы все выполняем, линия загружена. То есть условия господдержки мы выполняем. Продукция уже завоевала спрос у потребителей. Она вот набирает такую популярность, что вот каждым месяцем мы доводим задание, план больше, больше, больше. Хлебные палочки, гриссини, сушки, тарали, крастини и крекеры на 40% увеличили выпуск импортозамещающей продукции и долю предприятия на рынке кондитерских изделий в стране. Кроме того, эта продукция экспортоориентированная. Россия, Туркменистан, Панама, Израиль, США. Здесь уже знакомы со вкусом белорусских сладостей с итальянским акцентом и замороженной хлебобулочной продукцией. Поедем в Китай на следующей неделе заключать договора. Это очень большой рынок. Это и диверсификация рынков получается. Мы уходим от зависимости от российского рынка. Это очень большие поставки. Они тоже интересуются здоровым питанием. Секрет мирового успеха белорусского производителя прост. Отработанная технология и проверенные временем рецепты. Две хозяйки никогда одинаково не сварят ни порщи, ни хлеб. Это уже наше, отработанное. Это хорошо забытое старое, к которому мы возвращаемся. Это традиции. В прошлом году на предприятии начали использовать камеры шок-заморозки кремово-кондитерских изделий при минус 36 градусах. И камеры последующего их хранения при минус 18. Использование такого оборудования позволяет отправлять кондитерскую продукцию на экспорт. Так, замороженные пряники компании «Домочай» поставляются в Канаду. Причем более длительный срок хранения достигается не за счет использования консервантов, а благодаря созданию идеальных условий производства. Бренд «Домочай» был выбран не случайно. Было разработано несколько вариантов. Белорусские традиции, европейская коллекция и «Домочай». И именно последний показался наиболее выигрышным. Чаепитие в кругу семьи. Основные ассоциации связаны с новым брендом, а значит с домашним уютом и теплом. Универсальное оборудование линии позволяет выпускать самый широкий ассортимент изделий по форме, вкусу и составу. Все процессы автоматизированы. От доставки сырья до упаковки готовой продукции. Как итог уменьшение трудозатрат, повышение производительности труда и качество выпускаемой продукции. И снижение ее себестоимости. «Мы выпускаем качественную продукцию благодаря этому оборудованию». «В 8-14 годах были большие вложенные инвестиции в развитие производства. Это порядка 30 миллионов долларов». Хлеб – единственный продукт, который едят во всех странах мира. Белки, крахмал, жиры – в хлебе есть все необходимые для питания человека вещества. «Основная продукция – это хлебобулочные и кондитерские изделия. В хлебобулочных изделиях ежесуточно производится до 30 тонн. В кондитерских изделиях – около тонны. И также есть итальянская линия по производству фряников и печенья. Это до 60-70 тонн ежемесячно». Пышный воздушный мякиш, румяная корочка. Визитная карточка производства номер 4, линейка фирменных хлебов «Домочай ароматный». «Что-то похожее, может, и можно найти. Но такого качества и вида тяжело, конечно. Хлеба наши заварные, по многостадийной технологии производятся. Поставки, которые идут на такие дальние расстояния, Израиль, Туркмения, Соединенные Штаты, она отправляется в замороженном виде». Более 30 новых видов печенья появилось благодаря новой итальянской линии. «Наша продукция экспортируется во многие страны. Это Туркменистан, Российская Федерация, само собой, Израиль, Соединенные Штаты Америки. И сейчас прорабатывается вопрос поставки в Китай». Около ста наименований сладкой продукции производит кондитерский цех производства номер 4. Выпечку здесь делают по советским рецептам. Качество и натуральность гарантированы. «В кондитерском цеху работает 45 человек. Делаем мы торты как массовые, так и торты под заказ». «Это кропотливый труд. Это адский труд. Вот даже вот если работа из карамели, Это руки горят у тебя от этой карамели, она же растопленная». Воздушно-ореховые коржи безе с прослойкой нежнейшего сливочного крема. Тот самый киевский торт найти сегодня непросто. Его рецепт остается неизменным и держится в тайне. В «Домочае» задались целью воссоздать рецепт легендарного торта. Для этого кондитеры отправились в Киев принимать опыт из первых рук. «Киевский торт, который мы сделали, понравился больше в Америку, поехал. Не рашеновский киевский торт, а мороженый наш торт поехал». В этом году киевскому торту исполняется 60 лет. Рецептура самого популярного торта СССР была разработана в 1956 году на киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса. Появился этот десерт случайно. Кондитеры забыли убрать в холодильник партию яичного белка, предназначенного для бисквита. Утром, чтобы скрыть эту ошибку, переложили застывшие белковые коржи масляным кремом, посыпали пудрой и украсили цветочным орнаментом. Кроме фирменных тортов, запущенных в массовое производство, кондитеры цеха могут приготовить торты любой сложности на заказ. С 2008 года целью руководители поставили создать такое отделение по оформлению заказных тортов, где бы работали высококвалифицированные специалисты высокого разряда, которые бы оформляли торты не только для массового потребителя, но и для торжеств. Они постоянно повышают квалификацию, обучаясь в мировых школах, мировых учителей и оказывают свое профессиональное мастерство, участвуя в различных конкурсах. В октябре белорусские кондитеры вернулись со Всемирной кулинарной олимпиады в Эрфурте. В этом году в Олимпиаде принимали участие более 2000 кондитеров в белорусской копилке наград, 5 золотых, 11 серебряных и 1 бронзовая медали. Из них 3 золотые и 1 серебряная у булочной кондитерской компании «Домочай». Во-первых, престиж. Во-вторых, это уровень мастерства. Мы гордимся своими специалистами, которых вырастили, выучили. А теперь они организовывают школу передового мастерства и делятся опытом со всеми в республике, даже вот из Казахстана. Именно могилевскими караваями встречают большинство высокопоставленных гостей страны. Такие караваи производятся только компанией «Домочай». Только натуральные ингредиенты – кукурузная мука, ванилин, сахар, вода, растительное масло и сахарная пудра. В кукурузных палочках ку-ку нет ничего лишнего. Продукция пользуется повышенным спросом. Импортное оборудование и белорусское сырье стали залогом успеха. Эта линия установлена на производстве номер один с 2013 года. К слову, такое же оборудование запустят в следующем году и на филиале «Домочая» на Кричевском хлебозаводе. Реализация инвестпроекта оценивается более чем в 520 тысяч белорусских рублей. Благодаря этому появится и пять новых рабочих мест на Кричевском филиале. В прошлом году у «Домочая» появилась еще одна новинка – тоже импортозамещающая. Напиток чайный «Иван-чай» «Домочаевский». Все лето с 5 до 12 часов утра работники предприятия вручную собирали листья кипрея узколистного в лесничестве деревни «Добрая». Затем урожай перебирали, ферментировали и сушили. Булочно-кондитерская компания «Домочай» стала участником международной оптовой выставки-ярмарки «Продэкспо-2016». Зарегистрировалось более 250 официальных гостей из разных стран мира, которые заинтересованы в поставках белорусских продуктов питания, напитков и товаров для пищевой индустрии на свои национальные рынки. Только вперед! Девиз булочно-кондитерской компании «Домочай». Мы всегда лучше всех. Все. Я живу их и воспитываю это правильно. Генеральный директор булочно-кондитерской компании «Домочай» Наталья Подлесных была удостоена звания «Человек года». Специальная премия Могилевского обл. исполкома вручена 15-ти заслуженным людям региона за успехи и достижения в 2015 году. Это заслуга коллектива. Когда есть с кем работать, тогда можно быть человеком года. Грамотный руководитель должен видеть перспективу как минимум на 10 лет вперед. То есть четко понимать, как будет развиваться предприятие. Это самое главное. Если руководитель знает, куда идти и куда вести коллектив, это залог успеха. Не останавливаться на достигнутом. Таков девиз работников предприятия «Домочай». Средств на подготовку кадров на предприятии не жалеют. Специалисты учатся в Минске, Киеве и Москве. Выбор специалистов немаловажен в вопросе соблюдения и сохранения качества на производстве. Поэтому коллектив у нас работает уже сформирован в течение долгого времени и состоит только из специалистов высокого класса. Предприятие имеет сеть собственных магазинов и 65 торговых объектов, 20 из которых находятся в Могилеве. На рынках можно купить. Привозится Белкнига реализовывать нашу продукцию. И в настоящий момент мы готовим к открытию магазин на Пушкино-50. Это будет большой, такой полноформатный магазин. Магазин этот не только для того, чтобы продавать продукцию, но это своего рода рекламная акция «Раскрутка». Ведь я говорю, недавно про нас мало кто знал, а теперь мы уже на слуху. Люди, которые любят здоровое питание, хвостно питаться, они покупают нашу продукцию. Качество и количество в условиях гарантии безопасного труда. Так звучит девиз булочной кондитерской компании «Домочай». Почти 90 лет здесь пекут ароматную, натуральную и вкусную продукцию. Продукцию, на которой выросло не одно поколение белорусских семей. И это наше общее дело.